все вылетели все-все вылез виталий что-то не слышно ты микрофон выключил что ладно пока продолжим 15 правила святых апостолов аще кто присвитер или диакон не знаю что то совсем со связью проблемы все сейчас тебя слышно давай продолжай так нет я я я к тому что вот просто к слову пришлось не знаю наверно повторюсь не повторюсь но еще раз скажу что во времена в царской россии это было невероятно и вот это вот такое со стороны руководства церковного перемещения епископов туда-сюда с места на место и поэтому к нему делегации пошли все остальное прочее ну кто по истории знает да вот это все потом то что он не внял соборному ну как бы вот такому действительно соборное такое решение было они его прежде всего об этом просили чтобы он этого не делал не перемещал но он не внял и помог ну то есть ушли многие ушли просто не на нелегальное существование катакомбна церковь так называемая вот тогда в то время же и она появилась вот сейчас епископы вроде не летают с места на место но священники это это вот только так особенно те которые но у нас вот так в омской епархии было при феодосии омский митрополит омский тарский феодосий у него были женщины там при нем и и вот буквально стоило там какие-то они старосты не старосты одним словом вот такой и они только по одному звонку митрополиту и кто-то им не понравился например в храме ну в частности в никольском там соборе а как как он не понравился а вот он просто задерживался допоздна священник исповедовал людей хотел всех исповедовать много к нему пришли на исповедь и вот и то есть он задержался и она звонит митрополиту нас буквально на следующий день этот священник уже не служит в этом храме а служит где-то в пупкина поставлен так улетел все сейчас епископы не летают а священники только в путь епископы тоже летают чем зачем епископы вот даже того феофана посмотри там у него его там будь здоров там туда-сюда он там выполняет свои задачи тоже также летают ну значит я просто да не знаю ну вот я всех которых знаю епископов все-все летали из вот тех которые вот ну я сталкивался то есть а для людей это было ну вот для тех епископов ладно они при синодии все они как бы выкар вырос выращенные да но для них это было тоже уму непостижимо что вот так поступает церковное руководство понимаешь какое было то есть по всей видимости в царской россии вот этот вот канон не нарушался так огульно и вообще это был нонсенс для них как можно отца со своими детьми разделить по какую какая такая причина нашлась нет такой причины по на самом-то деле ну как вот взять сейчас отца этого вот вот представь картину отца как его и акима да возьмут и переместят его не знаю ну куда во владивосток примеру но только враг так можно сделать ну нет понятно что за него община встанет потому что есть община и все как один встанут тельняшку порвут грубо говоря а здесь когда у нас патриархии никаких общин нет только приход заход ну и священник вот вот он и боится потому что за него никто не впрягется это грубо говоря никто не встанет потому что нет у него отношения отеческих спаства а так просто ну мы знаем что за отношения непонятные ну вот такая параллель удивительно ну вот еще полкователь хорошо сказал что в первые времена епископы выбирались народом то есть наиболее благочестивый среди мирян находился его отправили обучать его делали епископом и он был от народа так и было действительно из-за этого он был так близко и было непонятно как его можно там изъять оттуда это просто что-то было бы противоестественное самое начало то понятно ставили апостолы самом начале когда еще не было из не было еще общины были не были образованы а вот когда они уже были образован тогда уже из общины выбиралась наиболее учестивые они и тогда они его направляли ну ну видишь тогда они вне закона все были и христианство же принимали действительно по зову там совести какая корысть тогда никакой корысти не было никакой карьерного роста тоже а только смерть впереди по-человечески кровь и смерть и притеснение гонения и честь и церковь то чистое было и отношения были настоящие искренние 15 правил стих апостолов это же самое только уже про священников ащи кто пресвитер или диакон или вообще находящийся в списке клира то есть это получается певчи и чтец оставить свой предел войной от едет и совсем переместятся другой жить и будет без воли епископа своего такому повелеваем не служить более они почаще своего епископ призывающего к возвращению не послушал а еще же останется всем вещине там я камере ним вообще не или будет сейчас со стороны епископ всех перемещает кого-то хочет ну тут смотреть нечего понятно но а ты это правило мы наверно не дошли до него а почему так они делают так потому что они они же поставлены всей мирской властью правильно ну мы знаем там тем более что не просто мирской а еще с особыми особыми службами то есть тут ну тут и это все же вопреки канонов и они должны быть извержены но одним словом вот куда не не глянь куда не посмотри везде какое-то вот такое удивительные вещи вот эти вот так что не знаю пойдемте дальше 16 правило а еще же епископ у которого таковым будете случиться в ничто вменив определенное им запрещение служения примет их яка членов клира да будет получение к учитель обещания рукование правило это является предложение 15 апостока правило и как правило 12 приписывается отлучение каждого епископа который примет беспредставительный грамот кого-либо отлученного надлежащий церковной властью или примет и руку положит недостойно для клира мирянина из чужой апархии так точно это правило требует наказать отлучением как учителя обещения каждого который примет чужого клирика и допустит его совершать церковной службы, зная, что таковой находится под запрещением. Это правило имело силу во все времена и в начале 4 века Александр, епископ Александрийский, ссылаясь на это правило, называя его апостольским и осуждая еретиков в свое время, которые принимали свой клир незрежных законом епископу клириков. То есть он осуждал еретиков за то, что они принимают незреженных клириков. Интересно. С одной стороны, что осуждать, они еретики. Но видать, смотря какие еретики там, наверное, были, те еретики, которые имели рукоположение апостольское, и он это признавал. И поэтому, собственно, осуждал их. Понятно, если были какие-то баптисты там и прочее, что их за это осуждать там, нечего даже. У них ничего нету священства. Просто есть действительно видео такое, интервью ГТРК, там какой-то такой журналист с голосом таким высоким. У Игнатия Тихоновича берет интервью. И там он очень красочно проиллюстрировал, какой фильтр, какой отбор, какая селекция велась в советское время и сейчас, думаю, ведется. Для того, чтобы епископа-то поставить. Ну, я думаю, все, наверное, смотрели. Не надо рассказывать. То есть там анти. Вот как он говорил, что вот если развенчивать, то давайте, ну, наоборот, будем там вокруг. Ну, вокруг аналой, только в другую сторону. Не по солнцу, а против солнца там. Или как свечки будем тушить, а не зажигать, и все остальное. И вот там в таких же, в таком контексте он рассказывал, как поставлять епископа. То есть худшего из народа берут. По всем статьям. Наихудшего. И его поставляют. Ну, вот и приехали. Ну, потому что ставят самого управляемого. Самого. Ну, это как и та же самая система. Она и в политике, и здесь, и везде. Есть на тебя компромат. Пояс, соответственно, ты управляемый. А если ты любишь деньги, ты втройне управляемый. И тебя и ставят, потому что ты будешь подчиняться. Это просто понятно. Это просто система, она одинаковая везде так работает. Абсолютно невыгодный, абсолютно неуправляемый человек, которому не, у которого нет сребролюбия. Как им управлять-то? Компромат какой-то должен быть у него. А на самом деле верующий человек, и даже если у него будет компромат, он только обрадуется, он скажет, что за этот грех, значит, еще если все узнают, так вообще будет. Здесь еще при жизни он получит за него. Ну, то есть, он скажет, да еще больше давайте, еще больше расскажите. То есть, он уже отрекся от себя. А тот, кто не отрекся, тот боится, конечно, компроматов всяких. Боится, чтобы о нем подумали плохо, потому что славу от человеков принимают, а от Бога не ищут. Но, время закончилось. Братья, благодарю вас за беседу, за занятия. Сейчас помолимся. А как здоровье-то у Игнатия Тихоновича? Кто-нибудь знает? Володя, наверное, утошел. А вот там в ролике, встреча с епископом, рассказывает. Уже все прошло, слава Богу. А это в каком ролике? Где они выходят там, из дома? Да, они выходят из дома на улицу, и он там прям показывает на глаз. Там Серафима Гавриловна потом подходит к нему, просит благословения. Достойный всякого истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, славнейшую без сравнения Серафима, без исцеления Слова Бога Родшима, сущую Богородицу Тебя величайна. Слава Тебя, Божья, слава Тебя. Благодарим Тебя, наш владырь и Господь, за то, что Тебя нас призвал в этот мир. Нас не было, и мы стали. Ты нас призвал, Господи, для Царства Твоего Небесного, чтобы мы познали волю Твою, исследовали ей. Прости, Господи, все наши согрешения, которые мы сотворили перед Тобой, вольные и невольные. Даруй нам, Господи, истинное отречение от Себя, отречение от мира, исследование за Тобой, по Слову Твоему Святому. Господи, сделай так, чтобы для нас воля Твоя и Слово Твое было высшим приоритетом в жизни, чтобы мы не обращали внимание на свои чувства и на свои желания, но исполняли Твою волю и Твои желания и имели чувства все Твои. Господи, даруй нам страх Божий, ожидание суда Твоего. Господи, не даруй нам сломаться перед этим миром, и чтобы дьявол не поглотил нас и не похитил нас из руки Твоей. Господи, благослови впредь наши занятия, чтобы мы пользу от этого получали, чтобы мы видели, какое зло делается, и сами в него не попадали, и не осуждали, но обречали, и себя, и брата своего вытаскивали из греха. Господи, даруй нам быть небезразличными перед Тобой, даруй нам видеть правду Твою и никогда не лгать перед Тобой, и ни в чем не согрешать. Господи, благодарим Тебя за все. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос.